Всем привет! Не так давно ЦППК сделала бесплатным провоз велосипедов на пригородных электропоездах. Для начала немножечко бюрократии. Начнем с того, что провозить бесплатные велосипеды можно только с 11.00 до 16.00. То есть, по сути, получается 12 час, 2, 3, 4, 5 часов. Но на самом деле это не так, потому что на всех направлениях есть перерывы. Поэтому ваши 5 часов сжимаются до 2,5 в зависимости от направления. Может где-то больше, где-то меньше, но в среднем 2,5-3 часа. Круто! Вот, учитывая, что за деньги велосипеды провозить можно даже в часы пик. На самом деле это бред. Я могу просто соплатить несчастные эти 60 рублей и в час пик влезть. И хоть бы кто мне чего скажет. Ну вот, почему с 11? Почему не с 10? Не с 9? Почему до 4, а не до 5? А если я, например, еду в субботу вечером, когда вообще нет народа? Ну ладно, оставим. Еще одна интересная фишка, что на официальном сайте ЦППК данное объявление вышло с двухдневным опозданием. То есть, люди, которые следили там не по новостям, где-нибудь там, не знаю, они об этом узнали только 17 июня. Ммм, какая хитрая такая вот акция. Но на самом деле, несмотря на это, за первые 9 дней работы этой акции, только в период бесплатного провоза было провезено 1621 велосипед. То есть, в среднем за это время было провезено около 180 велосипедов в день. То есть, за 9 дней действия акции было провезено больше велосипедов, чем до этого за весь 2012 год. Это круто! Надеюсь, это заставит задуматься руководство. Сейчас, спустя более чем месяц, вот у меня на станции, станция Сетунь, если это кому-то о чем-то говорит, вот данное вот объявление появилось спустя месяц. То есть, целый месяц никакого объявления рядом с кассами не было. И мне приходилось подходить и говорить, дайте мне, пожалуйста, бесплатный билет. Сейчас просто подходишь, говоришь мне для велосипеда, и, собственно говоря, выбивают бесплатно. Да, но обратите внимание, что взять бесплатный билет на велосипед вы можете только в том случае, если оплачиваете за себя. То есть, прийти на кассу и сказать, дайте мне бесплатный на велосипед, а сам я бесплатно поеду, не получится. Вы обязаны купить, тогда вам как бы в довесок пробьют еще один бесплатный на велосипед. Кстати, интересная фишка, стоимость этого билета одна копейка, которая списывается на себя как НДС. Я не знаю, в чем фишка и почему именно одна копейка, но просто прикольная такая стоимость получается. Вся фишка в том, что эта акция рассчитана на москвичей, жителей Московской области и соседних с ними регионов. Потому что бесплатно провозить велосипед вы можете только, если ваш путь начинается или заканчивается в Москве или Московской области. То есть, из Москвы во Владимир вы спокойно можете уехать. Из Москвы в Тверь вы можете уехать бесплатно, из Твери в Москву. А вот, например, из Твери в Торжок, извините, дорогие, денежки платите. На самом деле, если эта акция соберет большую статистику, я так думаю, что постепенно это перейдет и на другие крупные города, а может быть и не на крупные, в наших с вами силах помочь этой статистике. Давайте вот представим, что вас отправили куда-то там отвезти документы, и вы вдруг едете на электричке. Или просто вы ездите регулярно на электричке в это время. Если вам несложно, пожалуйста, возьмите бесплатный билет на велосипед. Как бы вас это не обременит, вы за это ничего не заплатите, но у властей будет статистика, что люди пользуются, для них это востребовано, им это нужно. И может мы продлим акцию, потому что люди, которые провозят велосипед, они для себя покупают билет, соответственно, они-то платят, потому что с велосипедом зайцем не побегаешь. Это может быть выгодно. Так что возьмите бесплатный билет на велосипед. В наших с вами силах изменить систему. Ну или хотя бы чуть-чуть ее толкнуть в нужную сторону. Я Алексей. Спасибо, что досмотрели. До встречи. На самом деле велосипед провозить можно всегда. Если знать как, его можно всегда провозить бесплатно. Но так как выпуск очень сложный, там очень много нюансов и противоречий, выйдет он не раньше начала следующего года. Так что оставайтесь с нами. До встречи.